В будущем в Западно-Казахстанской области будет открыт специализированный спортивный диспансер. В 2021 году в Уральске планируют открыть детско-юношеский клуб физической подготовки. Эти и другие вопросы развития спорта в регионе обсудили на совещании под председательством Аким области Галии Скалиева. Был заслушан доклад руководителя управления физической культуры и спорта Каймена Исиндиярова. Спортивная сфера затронута на уровне Акимата не случайно из-за пандемии. В этом году спортивный сезон проходит дома, без масштабных мероприятий. Зато есть время оглядеться, сориентироваться и своевременно изучить и рассмотреть проблемные вопросы. Так, в своем докладе руководитель ведомства, как вариант исполнения поручения главы государства об экономии государственных средств, предложил оптимизацию сферы. В связи с этим был проведен анализ деятельности спортивной сферы. В текущем году в сфере физической культуры и спорта было сокращено 57 штатных единиц. Среди сокращенных 30% административные сотрудники, остальные – персонал техобслуживания. В результате в оставшиеся месяцы текущего года будет сэкономлено более 28 миллионов тенге. Сэкономленные средства планируется направить на повышение заработной платы тренеров либо других сотрудников, на укрепление материальной базы спортивных организаций. В целях развития массового спорта за счет компании-недропользователя в семи районах области планируется строительство восьми физкультурно-оздоровительных комплексов. Сдан в эксплуатацию комплекс на 160 мест в Жангалинском районе. В Уральске в текущем году за счет средств государства было построено и сдано в эксплуатацию шесть спортивных площадок. К строительству спортобъектов активно привлекаются частные инвестиции. На сегодняшний день в области функционируют 23 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются порядка 13 тысяч детей. За 8 месяцев текущего года были проведены 984 мероприятия с участием более 50 тысяч человек. Согласно правилам профильного министерства, каждый ребенок из спортивных секций до 15 лет два раза в год должен предоставлять справку 0,86. Ее стоимость в разных учреждениях варьируется до 8 тысяч тенге. Нужно как-то систематизировать этот вопрос, а лучше бы организовать работу спортивного диспансера собственными медицинскими специалистами. Вопрос нужный. Поручаю Управлению спорта совместно с Управлением здравоохранения продумать и предложить варианты решения этого вопроса. У вас две недели. Напоминаю, что в следующем месяце планируется сессия Маслихата области, где будет планироваться бюджет на следующий год. До этого времени дайте ваши конкретные предложения. Кроме того, на встречу поднимался вопрос использования средств, поступивших от населения, пользующегося спортивными залами при школах. В школьных спортзалах не хватает инвентаря. Возможно, нужен ремонт здания. Эти вопросы, считаем, можно решить, если брать оплату за использование зала. Но пока это никак не прописано в законе. Подготовьте письмо. Я его со своей стороны направлю в вышестоящие инстанции. Мы знаем, что многие чиновники и местные жители ходят в эти спортивные залы. Нужно продумать льготные условия для госслужащих и молодежи. Остальные категории пусть пользуются, но по другому тарифу. На совещание была дана возможность высказаться представителю каждого вида спорта. К примеру, паралимпиадец Азон Шеймарданов предложил назначить врачей для выдачи официальной классификации. А старший тренер по баскетболу Досон Куанаев выразил просьбу предусмотреть при строительстве площадок параметров для баскетбола и стритбола, а также о необходимости большого спортивного комплекса на полторы тысячи и более мест. В каждой отрасли нужны средства для развития, для организации тренировок и на другие нужды. Я специально такие встречи провожу в октябре, с другими нас отраслями тоже будут проводить скоро. Потому что в октябре уже можно подвести итоги, 9 месяцев, год как завершаем, увидеть. И самое главное, мы в ноябре утверждаем бюджет следующего года. Поэтому какие проекты, какие средства на следующий год нужны, на таких встреч я тоже внимательно слушаю. В будущем, в жизни, самое главное, он формирует здоровую нацию. Поэтому всем желаю удачи. Но с первым в дальнейшем работа управления спорта за 9 месяцев оцениваем положительно. Есть моменты, которые, конечно, с прошлогодним нашей встречи не выполнены, я думаю, и тоже можно до конца будет выполнить. В итоге до конца 2020 года количество людей, стабильно занимающихся физкультурой и спортом, планируется довести до 32%. Алмагуль Джампесова, Ербул Мендагалеев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.